Приморская полиция подвела итоги работы по пресечению нелегальной игорной деятельности в крае. В минувшем году свою деятельность прекратили более 150 подпольных клубов и казино. Таких результатов удалось добиться благодаря комплексному подходу к борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Полицейские работали совместно с другими правоохранительными ведомствами, общественными организациями, осуществляющими мониторинг территории региона на предмет выявления нелегальных казино. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2013 году полицейскими составлено 157 административных протоколов по фактам организации проведения азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны и без получения разрешения. Возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъято 1561 единица игрового оборудования. По административным материалам судами принято решение о наложении штрафов на сумму, превышающую 4,5 миллиона рублей. Так, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту организации подозреваемыми азартных игр с использованием игрового оборудования. Установлено, что в результате незаконной деятельности подозреваемые получили доход более полутора миллионов рублей. Изъяты столы для игры в покер и рулетку и 12 игровых автоматов. Прекратил свое существование и игорный клуб, что под видом интернет-кафе работал на Океанском проспекте. А в ходе осмотра места происшествия изъяты квитанции о приеме и выдаче денежных средств, бухгалтерские документы и 20 системных блоков, с использованием которых осуществлялась игорная деятельность. Установлено, что организатор незаконного бизнеса за два месяца работы получил доход 15 миллионов рублей. Практически все выявленные полицейскими игорные заведения действовали по одной схеме. По периметру и изнутри в круглосуточном режиме работают камеры видеонаблюдения. Попасть внутрь могут только проверенные клиенты, у которых есть пропуски, а их контактные данные внесены в специальную базу. Обслуживающий персонал действует по четким инструкциям. На случай визита полицейских у них разработан алгоритм действий. Сотрудники заведения пытаются уничтожить записи жестких дисков, документы, подтверждающие нелегальную коммерческую деятельность. По словам полицейских, в борьбе с незаконными игорными заведениями важна помощь обычных граждан. Более половины всех закрытых казино удалось выявить после звонков доброжелателей.